Добрый вечер! Только образцово отлаженная государственная система в силу опыта, профессионализма и, самое главное, непредвзятого служения закону, точно знает, что опасно для общества, что для общества не опасно, и, соответственно, может непредвзято абсолютно указать, кого и как нужно наказывать, кого и как наказывать не нужно, кого на свободу, кого, соответственно, за стенок. Три примера. Ипотажный Павел Волков, которого мы не знали, как зовут, но видели его действия, прокатился за 12 секунд на мотоцикле по перрону станции метро Войковская. Он никому не помешал, никого не задел, никого не зацепил, ничего не поломал, никому не причинил абсолютно никакого вреда. Единственное, что он добился, он совершенно по-идиотски выглядел, потому что сам по себе поступок для нормального человека, как и, конечно, выходящий за рамки дозволенного, но для поколения ЕГЭ вполне допустимый. Волкову ему еще нет 30 лет, как раз он укладывается в эту возрастную категорию молодых идиотов, которые просто не знают, как еще можно было бы выпендриться и эпатажно провести время с тем, чтобы, конечно же, потом в Ютьюбе оставить какой-то исторический след, ради чего, собственно, все и затевалось. Но, благодаря поступку Павла Волокова, мы совершенно внезапно для себя узнали, что, оказывается, он совершил просто невероятно страшное преступление. Он чуть было не уничтожил станцию, он чуть было не покалечил несуществующих пассажиров, чуть было не загнул бантиком рельсы, чуть было не взорвал перрон, чуть было не повредил весь подвижной состав. То есть он совершил совершенно катастрофическое деяние и единственное, что может сделать государство — расстрелять. Но только мудрость нашей власти позволяет смягчить приговор и, в общем, наказать его по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Ну и расстрел, ну так уж и быть, заменить, ну хотя бы лет на пять тюрьмой. Теперь полицаям предстоит совершенно тяжелейшая работа, потому что, исходя из видеоматериалов, снятых самим Волковым, нужно срочно сшить несуществующее уголовное дело при отсутствии оснований, по несуществующим квалифицирующим признакам, попадающим под статью 213. Потому что, как ни верти, а статья Уголовного кодекса о хулиганстве на данное действие не натягивается абсолютно никак. Открываем текст, смотрим, что такое хулиганство. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. То есть, видимо, Павел Волков, катаясь на мотоцикле по перрону, выразил неуважение к обществу. Давайте еще посмотрим, что такое уважение и как оно выражается. Либо хулиганство должно быть совершено с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия. Например, он должен был хотя бы размахивать гаечным ключом. Либо хулиганство совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. То есть, нужно срочно найти... Мотоцикл, кстати, вчера забрали в ночи, теперь утащили его в околоток. Там необходимо срочно найти взрывчатку, детонатор, кинуть ему в бензобак гранату. Тогда да, действительно хулиганство. Причем ведь Волков ехал молча. Вот если бы он на весь перрон орал что-нибудь о своей нелюбви к неграм, или ехал бы не по перрону, а доехал бы до концертной площадки Пусси Райт, то ему, может, было бы пришить хотя бы какую-нибудь такую маленькую, такую паршивенькую, религиозную какую-нибудь неприязнь. А так не клеится уголовное дело. И вообще-то, если мы посмотрим административный кодекс, статья 21, мелкое хулиганство, там штраф именно за это 500-1000 рублей. Но, если полиция справится с поставленной задачей, и, соответственно, с Волковым, которого они уже задержали, мы, наконец-то, будем знать, что езда на мотоцикле, в принципе, хулиганство. Потому что мы любим такую расширенную трактовку. Благодаря государству мы, наконец-то, оказались в ситуации, когда определить точную статью Уголовного кодекса сможем и в отношении пиратства. Вот пока сомалийцы убивали экипажей захваченных кораблей, угоняли их в отстойник, получали выкуп, а наш МИД решительно, по поводу наших, отечественных граждан, схваченных пиратами, он ведь помогал. Ведь МИД — это наша такая серьезная организация, которая стоит всегда на страже интересов, олицетворяет государство в защите интересов граждан. И МИД, наш МИД, он так решительно выражал глубокую озабоченность по этому поводу. И, тем не менее, мы никак не могли понять, это пиратство или нет. Вот когда захватили, убили, ограбили, получили выкуп, тем более сомалийцы, ну, вроде иностранцы, ну, как-то неудобняк. Как мы можем нашим Уголовным кодексом выйти за пределы нашей, соответственно, страны и иностранцев карать по вот этим статьям? Совершенно непонятно, но никак. А вот когда несколько не очень умных людей лезут на палубу преразломной, вот тут-то, наконец-то, картина прояснилась до конца. Вот, наконец-то. Оказывается, когда эти придурки лезут по веревкам на палубу для того, чтобы передать команде привет, а в это же самое время на морском дне, в пучине работают водолазы, и водолазы жутко перепуганы тем, что сверху моторная лодка плывет прямо к борту их преразломной, вот здесь есть угроза, вот здесь есть социальная опасность, вот именно это квалифицирующие признаки статьи о пиратстве. И, конечно же, понятно, ну, подумаешь, иностранцы, как говорится, это же не сомалийцы, голландцы какие-то, там аргентинцы, бразильцы попались. Десяточку, ребята, конкретно, совершенно квалифицирующие признаки совпадают. Открываем 227-ю статью Уголовного кодекса, читаем, что это такое. Нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия, либо с угрозой его применения. Ну да, вот когда несколько придурков на веревках болтаются у тебя за бортом, это теперь есть нападение на судно в целях завладения чужим имуществом. О, отлично, совпала картинка. Теперь мы будем знать, что такое у нас, оказывается, пиратство, как за это получить 10 лет. Ну и, в общем-то, теперь как-то судорожно вспоминаешь собственное детство, когда на Катамаране, например, катался в парке имени отдыха, а также имени Горького, и вот устраивал баталию с соседскими лодками, и вы там перепрыгивали с борта на борт. Вот, слушайте, так это мы в детстве уже тренировались по 227-й. Это же оно и было, в чистом виде пиратству. Мы там чуть было не завладели чужим имуществом в размере двух фантиков. И сопоставимая ясность наконец-то наступила в деле Тюменского полка ДПС. Помните, тот самый Тюменский полк, который сдал своего командира на взятки в миллион рублей. И по этому поводу Колокольцев решительно, ну, минист, он устроил серьезную проверку. Он наслал туда комиссию. Комиссия разобралась и подтвердила, да, действительно существует вот эта вертикаль. Она подтвердила, что все изложенное в письме, написанное полицаями по поводу других полицаев, подтвердилось. Это по всем признакам ОПГ, организованная преступная группировка, по всем признакам это 285-е злоупотребление должностными полномочиями, и из-за этого он объявил неполное служебное соответствие. Новости. Так вот еще пару слов о том, кому какая статья полагается. С Тюменским полком ДПС картина довольно интересная. Вообще всю верхушку милиции, полиции Тюмени захватили ростовские. Они пришли туда полтора года тому назад. Они взяли все должности и руководящие не только в ГАИ, то есть вся вертикаль была построена. После чего, как это ни странно, данью они обложили только один полк ДПС. Все остальные подразделения, все остальные виды службы были вне вот этой самой вертикали кормления. Причем попавшийся на получение взятки в миллион рублей командир полка подполковник Бесенин сообщил, что, цитата, «моему боссу, генералу Корнееву, надо к Колокольцеву в замы в Москву перебраться, а у москалей запросы не тюменские». Ну, там еще про одного начальника, которому тоже нужно было заскочить на генеральскую должность, для этого тоже нужны немалые деньги. И именно поэтому полк сначала платил, то есть эти ребята согласились на правила игры, потом им подняли планку. Каждая смена должна была принести больше, чем позволяли себе обычные честные некоррумпированные полицаи драть с народа, после чего появилась закладная записка и комиссия из Москвы. Комиссия из Москвы приехала, выяснилось, что все действия, все деяния, описанные в этой закладной записке, подтверждены. То есть уголовщина по полной программе. Организованная преступная группировка со всеми вытекающими последствиями по рэкету, вымогайству, взяткам, шантажу и так далее. И что хорошо, у нас пирамиду, по крайней мере, Министерства внутренних дел возглавляет честный, профессиональный генерал Колокольцев. Генерал Колокольцев, это человек, который, вы помните, как на всю страну изумился и не поверил. Он проработал всю жизнь в милиции, он знает эту службу. И вдруг, позорно его седины, выяснилось, что в Москве два офицера торгуют правами. Это было в апреле прошлого года. Нет, уже этого. Два отщепенца торгуют правами. Колокольцев не поверил. Не может быть. Никогда такого не было. Потом выяснилось еще несколько неприглядных нюансов о том, как работает структура. Но это ни в коем случае не имеет отношения к системе. Система МВД после того, как она избавилась от Нургалиева, она кристальная. И поэтому, конечно же, честнейший генерал, который узнал вдруг, что оказывается должность зама, то есть должность его заместителя, оказывается, продается, причем по всей стране. И можно купить ее в любом закутке, набрав просто нужную сумму. Хочешь в Тюмени на это дело подряди своих, хочешь в любом другом регионе. Пожалуйста, ценничек есть. Он специально позвал комиссию и сказал, ребята, разберись. Он забил стрелку местному ОПГ, вот эти ростовские, которые в Тюмени. Комиссия приехала и сказала, да, действительно. И тогда Колокольцев со всей решимостью он сурово покарал преступника, генерала Корнеева. Очень сурово. Он ему вынес неполное служебное соответствие. Он дальше пошел. Он распорядился устранить выявленные недочеты. И Министерство внутренних дел устами своих пресс-аташе рассказывает, что вы что думаете? Так все просто? Комиссия вот теперь уехала? Нет, комиссия там осталась. И теперь комиссия будет там следить за тем, как живет генерал, проворовавшийся генерал Корнеев, который хотел купить должность. Как он теперь будет жить с неполным служебным соответствием? Как он переживет эту моральную травму? Но признаков статьи 210 организации преступного сообщества тут нет. Признаков статьи 285 нет. Тем более, по 210 там от 10 до 20 лет срок. От 12 до 20 лет. Ну, как-то неудобно перед ребятами. Одна ОПГ, другая ОПГ. Двадцатничек, да вы что. По 285 там 7 лет светит. Нет, ну, слушайте, это же не пиратство. Это же не хулиганство. Тут подобного состава нет. И вот, сопоставляя все три эпизода, сгрудившиеся в нашей жизни во временном отрезке практически одной недели, мы отныне четко представляем себе, что такое хулиганство. Мы четко представляем себе, что такое пиратство. И что такое недочеты в работе полиции. Ну, в работе ОПГ. Причем, теперь будет увлекательно проследить за персональными судьбами, сколько получит мотоциклист Павел Волков все-таки. Сколько получат эти придурки из Гринписа, и успеют ли им раздать всем автоматы Калашникова, чтобы потом задержать их с оружием. И как именно генерал Михаил Корнеев устранит недочеты в работе? Ну, например, он распустит ОПГ свое, он откажется от покупки должности заместителя Колокольцева, и что лично меня интересует, он полку ДПС деньги отдаст или нет? Программа «Экипаж» с Сергеем Асланяным. Ой, ну, переходим теперь уже к выбору автомобилей. Пробочная ситуация в Москве неоднозначная. На сайте, который кристально честен, как московское правительство, и очень переживает за собственный имидж, 6 баллов. А на Mail.ru написано, ребят, 10 баллов, движения нет. 65, 10, 9, 9, 6. Иван, здравствуйте. День добрый, Сергей. Здравствуйте. Первый раз слушаю вас, и с первого раза же и дозвонился вам. Как же, везет некоторым людям. А вы еще и с первого раза, небось, машину купили. Или вы пока пешку? Нет, нет. Машину не в первый раз купил. Но выбор такой. Сейчас езжу на Киа-Мадженте втором. Ух ты. Ну, дело в том, что работа такая, что много приходят ездить, и ездят именно по Москве. И бензина тратится много, так как большой, в любом случае, это 2 литра, это 140 лошадей, но правда, это и старая коробка, четырехступенчатый автомат. Все это прекрасно понимаю, но машина удобная, большая, просторная. Возить людей удобно тоже. Все вроде бы хорошо, но сейчас перебрались за город, и этой зимой, так как живу в СНТ, дороги не чистятся, столкнулись с проблемой, что у машины масса большая, так как дороги не чищены, то практически постоянно начинаю увязать. Даже не обязательно я еду, куда машина просто проваливается и не едет. И теперь стал ближе к Новому году уже, наверное, вопрос о том, чтобы поменять ее на что-то более-менее проходимое. Но при этом не хотелось бы, наверное, брать какую-то большую машину, а вот выбор у меня тут стал между Сузуки Джимни и Шкодой Йети. Ну, Шкодой Йети вроде как-то и не внедорожник, но при этом у мамы есть Шкода и очень нравится универсальность машины, поэтому остановился выбор вот на двух этих машинах и хотелось бы услышать, что вы посоветуете. Иван, какая у вас, однако, интересная будет картина. Многие люди идут по пути расширения, они ездили на небольшой машинке типа Икаруса, а хотят себе БелАЗ, а вы, наоборот, после такого здоровенного агрегата, как Маджентис, готовы умяться в маленький Джимни. Джимни, он очень хороший, он настоящий, и он внедорожник. И убить его тяжело, а пробиться сквозь бездорожье СНТ такое нехарактерное для Московской области. Насколько я успел заметить, в Московской области победил гениальный совершенно Воробьев, и после этого дороги перестало засыпать снегом на ближайшую пятилетку. Ну, насколько он там победил. Не знаю, может быть, вам и не пригодится столь настоящий внедорожник, как Сузуки Джимни, потому что по ровному и всегда очищенному асфальту вы сможете пройти в тапочках или прокатиться на велосипеде. Но Джимни, он и с автоматом молодцом. У него все-таки даже блокировка есть центра и понижайка, и на нем ездить одно удовольствие, просто он двухдверный, к этому нужно быть готовым. Йети, он кроссовер с расширенным диапазоном применения. Если на ручке, так вообще внедорожник. Ездил я на нем по самым страшным буеракам, у него и геометрия хорошая, и мотор 1.8, очень достойный. 1.4 ему, ну, не про него, 1.8 как раз. Зубастая резина, любая, ну, какая-нибудь там, хакапелита седьмая. И после этого вы король СНТ. И то, и другое удобно. Посмотрите, вам что нужно с дверьми? 4 или 2? Нет, ну, была еще, до этого, еще одна предыдущая маленькая машинка была Opel Corsa, и, в принципе, она меня так как я пока что один, то возить мешки с картошками мне не надо, кого-то прям много. Все, Иван, тогда возьмите Джимника, потому что это чрезвычайно замечательная машинка, с ней очень интересно, она настоящий внедорожник, и с Джимником будет нескучно кататься, он молодцом. Сергей, здравствуйте. Алло. Алло. Здрасте. Добрый вечер. Говорите. Сергей, вот хотел бы вам задать вас по поводу машин Шазали Орландо, что ожидать от этой машины, потому что, ну, довольно-таки новая она, вот, и вообще, какие отзывы, потому что, ну, в интернете довольно-таки мало что-то нашел. А вы его уже купили, Сергей, или еще только присматриваетесь? В принципе, я его купил, да, но, скажем так, в принципе, сама там, скажем так, сам тип кузова машины, и возможности езды в Семирон, потому что она семиметная, то есть, это вот устраивало, но, скажем так, там получилось, что покупка машины была довольно-таки спонтанной, вот, ее планировали приобретать в следующем вот году, и как бы за это время... Ну, то есть, вы уже взяли, Сергей, вы ее взяли. У вас, вот, на два последних места, туда, в багажник, люди нормально проходят, пролезают? Ну, скажем, среднего роста, метр семьдесят, да, вполне, то есть, метр семьдесят. У него, мотор, соответственно, 1,8 автомат, или как? Да, 1,8 автомат с ручным режимом. Замечательно. В целом, все хорошо, у этой машины поначалу были проблемы с пятой дверью, она ломалась, и с проникновением на задний ряд, но у вас все в порядке, значит, все безбедно. Новость. Сайт, очень нервно относящийся к собственному имиджу, срочно поднял количество баллов до 8, а на Майл.ру по-прежнему 10 баллов, движения нет. Продолжаем общаться. Алло. Тут, алло, у нас нету, в таком случае у нас. Сергей, здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здрасте, я вас слушаю. Очень приятно, впервые дозвонился. День дебютантов сегодня, это правильно. Да, хочу вас поблагодарить, конечно, за замечательную передачу, я не так давно ее слушаю. Спасибо. Еще одно большое спасибо за то, что есть возможность слушать ее в записи. Это не ко мне, это к молодцам нашей технической службы. Но, тем не менее, за это отдельное спасибо. Передам. И, собственно говоря, вопрос по поводу выбора автомобиля для супруги. Она у меня ездит на Peugeot 406 с автоматом 2002 года. Ну и так, в общем-то, довольно автомобильчиком на сам пробег уже 140 тысяч. Она всегда из вторичного рынка с чудесным автоматом АЛ4, о котором много говорится, да. С ним пока проблем нет, но что-то как-то вот беспокойство есть. Ну и по поводу выбора, вот хотел бы услышать ваше мнение о Audi A3 седане, которые вот сейчас вроде как должны появиться на нашем рынке. Как-то вот супруге она больше приглянулась от того, что есть в продаже. Если ваша жена любит седаны и Audi A3 ей подойдет, просто приготовьтесь к тому, что вас подманят на ценник где-нибудь там тысяч в девятьсот, а уйдете вы с счастливой женой и с доброй улыбкой во все ее лицо где-нибудь с ценником на там миллион больше. Миллион восемьсот, миллион девятьсот. Потому что она будет в базе голая, то есть у нее будут стоять в салоне деревянные лавки, у нее будут весла вместо стеклоподъемников и вместо мотора у нее будет кофеварка. А вот когда вы все это соберете уже по комплектации в то, что вам нужно, выяснится, что это стоит практически как квартира. Но это будет не менее интересно, потому что она какое-то время еще поездит. Мы с вами не знаем, что там произойдет с DSG и как там будет чувствовать себя мотор, но они клянутся, что с 2012 масло есть перестало и любой современный двигатель Audi не потребляет масла, а наоборот его производит. Поэтому если подставить баночку, то вам каждые десять тысяч километров будет свежий там пять литров отливаться и вы сможете торговать на рынке этим. А вот что будет по поводу DSG, ну, соответственно, посмотрим. То есть Audi A3, она чем хороша? Тем, что как любая Audi, которая не до конца премиальна, она создает иллюзию такой вот роскоши. И вокруг всегда очень много людей, которые друг друга дергают за рукав и говорят, Audi, это же настоящий премиум. И уговаривают друг друга в это поверить. А по факту просто Volkswagen, но по цене такой как будто действительно премиум. но одно дело мы с вами, другое дело жена. Жена, а ей нравится, и что вы против этого? Какие могут быть аргументы? Абсолютно никаких, потому что нравится. А удовлетворение от покупки это одна из важнейших характеристик. Сделайте жену счастливой, купите Audi A3. Просто не говорите ей до конца каких слез в подушку вам это стоило ночами. Сергей, вот по поводу выбора все-таки двигателя и по поводу автомата, там всех вариантов других нету, да? Знаете, поскольку Audi чем хороша? Тем, что у нее очень много всяких вариантов, подробно, что у них идет на Audi A3 седан, я не разбирался, потому что мне эта машина в принципе неинтересна ни с какого боку. Если хотите, могу углубленно туда полезть, но сильно подозреваю, что разговор с каким-нибудь дилером даст вам больше информации, чем разговор с каким-то Сергеем Асланяным. Да, я вас понял. Спасибо большое. Спасибо. А вот как после этого прийти к жене и рассказать ей об услышанном? Печально. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Хочу сказать, что всегда с большим удовольствием слышу вашу передачу и решил наконец позвонить. Пора. Вы столько меня слушаете, Дмитрий, и до сих пор ни разу не звонили. Ну, сколько можно? Я вас жду, жду, а вы? Спасибо. У меня второй Фриландер с простой комплектацией С. Езжу я на нем фактически с начала 2009 года, ну и приобретенным был мы тогда же как бы новый. Вот. Ну, так сказать, время прошло, гарантия, соответственно, тоже закончилась. И вот сейчас передо мной такая дилемма, продавать ли его мне немедленно, причем уже я менял форсунки по гарантии и мне не повезло, я менял турбину не по гарантии, уже когда она, так сказать, вышла из строя. Вот стоит ли ожидать какого-то подвоха от этой машинки или можно они будет уже поедеть в конце концов спокойно года два и уже тогда решать вопрос о смене автомобиля или все-таки немедленно решать в пользу может быть такого же нового Фриландера в той же новой категории или что-то чего-то подобное. Вот. Тут, знаете, во-первых, чисто экономический вопрос, когда нужно продавать машину, а когда не продавать. С одной стороны, рынок сейчас умирает и продать что бы то ни было квартиру, родину или машину крайне сложно, потому что покупателей очень мало. И вот после того, как у нас в пятницу Дмитрий Медведев признался, что все-таки страну он разворовал окончательно и после этого посыпались банки и начали накрываться сразу, в том числе и дилеры, потому что банки же молчали ровно до тех пор, пока не было команды. Команду дали, искали, все, мы сдохли и начала дохнуть великая наша пятерка. Вот эти вот там Сбер, ВТБ, Промсвязь, просто сейчас мы пока с вами якобы об этом не знаем, но они уже потихонечку начинают откидывать на кладбище неликвидные активы. И все те, кто сидел у них на долговом пайке, они потихонечку будут объявлены банкротами. И, естественно, все автомобильные дилеры, у нас 98% автомобильных дилеров. А это в том числе автодилеры? В первую очередь. В первую очередь автодилеры, потому что у них и норма прибыли очень слабенькая, и у них обременение очень большое финансовое было там. Они же дворцов все понастроили в кредит. И вот на сегодняшний день автомобильные дилеры, они ведь даже оборотку берут в кредит. То есть, когда у тебя не хватает средств на оборотку, ты вынужден брать в банке, а потом еще и процент отдавать, а потом тебя банк вызывает к себе и говорит, слышь, надоел. Все. Вот теперь пошел нафиг. Вот они к тому году начнут дыхать. То есть, у них полностью кредитный, да? Полностью кредитный, да? Да. У них, причем у двух, у трех банков начнет рассыпаться. И с одной стороны, то есть, может быть даже интересно пойти и купить себе машину в кредит, потому что дилер сдохнет. Потом начнется очень серьезная неразбериха по поводу того, кто кому должен. Главное, чтобы банк умер не сразу. Потому что кончина банка будет означать, что он перед смертью взял и в коллекторское агентство откинул бумажечку на вас. То есть, не следующему банку. Мы, естественно, желаем любому банку, как только мы у него взяли кредит, побыстрее закрыться. Но коллекторские агентства, они такие вещи не пропускают. И это одна составляющая вопроса. Другая в том, что фрил в принципе неплох, но менять тапки на тапки это странно. Потому что каждый раз повторяться в одной и той же машине, пусть даже и рестайлинговой, ну, вы получите практически тот же самый набор удовольствия, только в полтора раза дороже, потому что он подорожал с 2009 года. У вас точно так же начнут накрываться какие-то сначала мелочи, а потом крупные вещи. Ваш нынешний, он сколько пробежал с 2009 года? Ну, где-нибудь тысяч что-то он сделал уже? Дмитрий? Вы знаете, нет, 70. Вот 70 где-то. То есть на 70 тысячах у него даже турбина накрылась. Это хороший результат. Вот, к сожалению, приходится признать, да. Да. И, конечно, среди всей семьи лендроверов Фрил наиболее надежен, но вот если смотреть его внутри самого семейства, это так. А если смотреть его в сравнении с другими машинами, он, мягко говоря, не лидер. И вот сейчас, возможно, поезд уходит, и можно эту машину продать. Только потому, что рынок умирает, но еще не умер. И пересесть на другую, но не на Фрил, на что-то еще. И просто к слову, вот сегодняшнее мое утро началось с того, что мне позвонил Сан Саныч Пикуленко. Знаете, возможно, слышали о таком человеке. Да, конечно, конечно. У него сейчас тестовый рейндж-ровер. Ну, иногда бывает так, что тебя насильно заставляют кататься на какой-то машине. У него тестовый рейндж-ровер стоимостью, ну, там, буквально 8 миллионов рублей. Вот он сегодня не завелся. И мне Саша позвонил, сказал, а нет ли у тебя там вот этих крокодилов, чтобы прикурить? Я говорю, Саша, извини, выкинул с момента, как продал москвич 41-й. Это было давно. Он говорит, ну, ладно, не буду беспокоить фирму, решу сам. Это к разговору... Показательный. Да. Это же... Показательный. Это тот самый, новейший, вот этот вот алюминиевый с вертикальным взлетом. И поэтому, когда вы купите себе фрилла, который считается еще более надежным, чем флагман рейндж-ровер, который безупречно надежен, есть шанс, что вам не повезет. Поэтому я бы так. Я бы сейчас быстренько бы продал фрилла. И где-нибудь вот к декабрю, когда начнут дохнуть уже окончательно дилеры, купил бы что-нибудь, но из другого бренда. А вот тут самая серьезная загадка. Что же взять-то? Потому что все же они гады. Согласен. Ну, кроме фрилла, вы на что-то смотрели, Дмитрий? Вы знаете, я смотрел, ну, как сказать, вот, может быть, смотрел я Volkswagen, конечно, Touareg, да, вот, похоже. Более-менее. Но... Потом смотрел я Mercedes-Jel, но он маловато, конечно, в плане... после фрилла. Ну, тут у Touareg, там не понятно, что ценой с комплектацией, вот, если, соответственно, брать... Два пятьсот. ...примерным. Два пятьсот сразу. Причем нужно его брать с X-ом, тот самый, который с оффроудным пакетом, ну, чтобы машина была полностью универсальна. И у него входной ценник миллион девятьсот, а потом еще взять жареные рыбы на закуску, еще трех пискарей, еще добавить парного молока, и получается где-нибудь две пятьсот, две шестьсот. Но, правда, Touareg... Многовато. Да, многовато. Поскольку я искренне желаю и дилерам Volkswagen пойти туда же, куда сейчас пойдут все остальные, то я надеюсь, что все-таки в агонии невыполненного плана по итогам 2013 года у них начнутся приятные скидки. Поскольку Touareg сам по себе аппарат грамотный, очень полезный в хозяйстве, достаточно универсальный и гораздо лучше и интереснее, чем Freel. Потому что Freel все-таки это побрякушка-погремушка, такая, скорее, машина для развлечения. А Touareg, особенно с Иксом, который с внедорожным пакетом, с понижайкой в раздатке, он еще и внедорожник. Причем он даже на штатной своей плохой резине может очень грамотно скрестись по бездорожью. Проверял неоднократно. Михаил, здравствуйте. Алло, добрый день. Здрасте. Спасибо вам за передачу. Я опять... Ужина хочет автомобиль. Так, это правильно. Мужья делают приятные подарки. Ну, да. А вопрос вот какой. Денег не так сильно много. Естественно. А когда их много? Да. Идет речь о кредите, но тут столкнулись с тем, что она сначала выбрала SX-4. Это Эдишн. Как там? Рено Эдишн. В общем, какая-то там полная комплектация. В ней посидела, покаталась, понравилась. Так. Но потом вспомнил, что ей понравился еще Ford Fusion. Но их уже не выпускают. Да, все, закончилась машинка. Была хорошая, но... Да, но нашел я вот тот 11-го года вот на официальном дилерском центре. Вот сейчас еду ее посмотреть, эту машинку. С нулевым пробегом? Нет, там 50 тысяч. Ну, то есть она Троядыновская, 50 тысяч километров 11-го года. Ну, может быть. Более-менее похоже. Самое главное, чтобы она не оказалась на роботе. У Fusion у него было несколько комплектаций. У него было 1,4 ручка, 1,6, по-моему, робот и 1,6 автомат. Вот если 1,6 автомат можно брать, если робот, брать нельзя ни в коем случае. Вот робот, я сам против. Да. Либо механику. Я хлебался. Вот, вот. А на чем нахлебались, кстати, Михаил? Ой, я просто катался на, скажем так, одолженной машине, пока моя была в ремонте. На какой? Ну, в общем, я горки преодолевал с трудом. А что за машина? Она какая-то непонятная. А когда стоишь на горке вверх, начинаешь с роботом, она как-то сначала назад. А машинка-то какая была с роботом? Ой. Название какое? Модель? Можно как женщина отвечу. Красненькая иномарка. Перерыв на новости. От Евгения на сайт сообщение пришло. Не хотели бы вы пригласить пообщаться в студию представителей General Motors по поводу их качества продукции и просто отвратительной дилерской сети? На самом деле хотел бы. Представители меня боятся. Причем боятся панически. Некоторые после того, как я им звонил, говорят ой и пропадают нам всегда. У меня такое ощущение, что они просто увольняются и вешают амбарный замок на входную дверь. После этого там никто не растет, не живет, не шевелится, не дышит, даже не ходит в туалет. Ну, с GM в общем-то можно. Тем более, что у них дилерская сеть она совершенно чудовищная и совершенно фантастическая ситуация. Конечно, по обслуживанию, по ремонту, по стоимости запчастей. GM несколько лет реформирует свою логистическую цепочку. Они никак не могут понять, в Красноярском вести запчасти или нет. Они решили, что все-таки, да, наверное, из Москвы в Красноярск, из Красноярска в Москву, после чего к дилеру. И все это абсолютно бесплатно и это все стоит копейки. Я когда купил себе Део Матис, у него рычаг подвески, снизу такая, маленькая железяка в передней подвеске, он стоил 180 рублей. Прошло 10 лет и Матис стал GM-ом. Он стал Chevrolet Spark. Именно эта деталь, тот же самый завод, то же самое производство, та же самая сталь, те же самые рабочие, те же самые станки, он стал стоить на порядок. 1800 рублей. Это блистательное достижение. Единственное, что вот изменилось, это сроки доставки. Этот рычаг нужно ждать дольше, стоит он дороже. Ну, нормальная ситуация. Бизнес. 65, 10, 9, 9, и 6, Иван. Неужели это вы? Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Очень приятно вас слушать. Наконец-то дозвонился на вас. У меня вот такой вопросик, хотел бы ваш уметь услышать. Стоил перед выбором либо Volkswagen 7-го поколения 1.4, двигатель на механике, либо BMW 1-й серии 1.6, но на автомате. Что как бы посоветуете? Ух ты. Но машины разные. Вот почему вы их сопоставляете? Вам кажется, что BMW более премиальная, а Volkswagen получше едет? Или как? Ну, смотрите, как бы Volkswagen я сейчас эксплуатирую, но довольно уже как бы старенький, это 4-й. Уже давно на нем езжу и посмотрел, что 7-я вышла серия, да? Вышла, вышла. Знаете, чем хороша 7-я? Тем, что она ничем не отличается от 6-й, которая в свою очередь ничем не отличается от 5-й. То есть у вас вот 4-й гольф и только после него пошел 5-й, который выпускается по сей пору, правда, уже называется 7-й. Ну, это так, к слову. То есть не сильно новая машина. Ну, просто хотел бы просто уже новый автомобиль приобрести. И вот как бы в самом диапазоне они где-то будут одинаково для меня стоить. Потому что я надеюсь, что в декабре месяце BMW будут склад распродавать. интересные цены. У BMW по сию пору есть еще на складе машины 12-го года. И в 14-м году они будут доторговывать в том числе 12-м годом. И там могут оказаться еще более ласковые цены. Машины несопоставимые. Копейка BMW с китайским салоном, вырубленным из единого куска пластмассы с мотором 1.6 таким вот стартовым. И ну правда в сочетании с автоматической коробкой это любопытно, это тесно, это эклектично, это без запасного колеса и это с задним приводом. То есть вот этой штукой как-то надо знаете уметь управлять. Вот когда она например с избыточным мотором с каким-нибудь там хорошим турбодизелем двухлитровым с каким-нибудь M-пакетом тогда понятно что можно мириться со всеми этими недостатками но она летит как птица и когда вас пытаются на светофоре аккуратно поставить на место потому что у вас всего лишь на всего копейка наступаете на педаль и они тихо спокойно понимают что зря они что-то пытались от вас хотеть. А когда вы берете просто с 1.6 на автомате BMW это вы вступили в семью BMW и вам нужно будет ходить на специальные тренинги к владельцам этой же самой машины где люди вот как анонимные алкоголики в американском кино видели наверное собираются и поддерживают друг друга морально и там будут точно такие же люди которые будут говорить BMW это самый лучший бренд BMW это настоящее немецкое качество тот кто купил себе BMW в стартовой комплектации с мотором 1.6 это не лох педальный это человек урубавший бога за бороду это тот кто схватил наконец-то журавля в небе а не только утку под кроватью поэтому мы молодцы мы молодцы у нас лучшая на свете машина вот без этих тренингов вы будете считать что вы деньги выбросили на ветер с гольфом такого не произойдет то есть гольф он конечно стоит в нем нету ничего заслуживающего подобной цены вообще ничего но он классный аппарат у него великолепная совершенно внешность угонщик перед тем как попытаться найти на стоянке вашу машину долго должен будет сверять ее по фотографиям потому что отличить его от 6 или от 5 очень трудно и понять что ваш самый свежий самый новый нужно угнать его это серьезная задача но едет классно сидится здорово материалы замечательные мотор хороший вы тем более берете на МКПП а это залог долголетия и получаете в результате очень неплохой аппарат очень грамотно упакованный единственный недочет которого в том что у него ну немножко странная цена у BMW ко всему прочему еще немножко странна сама машина немножко странен сам мотор немножко странная цена немножко странное все то есть у BMW вот если вы собственно насколько вы в районе миллиона хотите уложиться ну нет в районе 900 в районе 900 ну знаете как за 900 вы получите достойный гольф и за 900 вы получите возможность крутить на пальце ключи BMW стесняясь поворачивать за угол чтобы девчонки не увидели на какой именно вы BMW поскольку все-таки она в 900 она не уложится она будет стоить дороже а ерунда на пост на масле получится деньги вы отдадите непонятно за что Леонид здравствуйте вечер добрый Сергей здрасте мы с вами уже когда-то чуть-чуть успели пообщаться буквально под конец передачи по поводу GT86 или Benazis да было дело вот собственно говоря после очередных походов все-таки все-таки GT86 правильно вот вы знаете я вот на ней немножечко поездил уже и честно пока что у меня чувства смешанные все-таки потому что коробочки надо привыкнуть но смысл не в этом так или иначе за покупкой этой машины стала другая проблема что все-таки надо что-то такое ну похожее на джип на чем можно ездить больше чем собственно говоря вдвоем то есть вы купили себе летнюю гулялку выходного дня а теперь нужно купить машину ну я не знаю я не уверен что это будет машина но смысл не в этом я человек импульсивный а вот отношусь к тому количеству наверное людей у которых сейчас еще есть что потратить пока что вот везет ну вы знаете и серии как бери дают я наверное завершил достаточно большую ошибку я купил себе страшнейшего мутанта вот у которого под капотом написаны страшные вещи изготовлены в России по лицензии автоваз это шевроле настоящий это шевролево да да 2012 года с пробегом в 16 тысяч вот и упала она мне скажем так достаточно дешево но смысл в том что я просто смотрел вообще что я взял зачем почему она меня пугает и почему-то у меня глаза и руки как-то так в сторону машинки под названием Suzuki Jimny тянутся вот просто я еще пока что наверное если мне поведет найти другого дурака я все-таки могу наверное продать шевролево и взять вот этого самого Jimny но от Jimny у меня совершенно никакой информации нету вот может быть вы что-то подскажете но вы хоть человек импульсивный но вдвоем в ГТшку вы не помещаетесь а в Jimny вы с кликером собираетесь ездить ну вообще в Читвером и вроде как говорят что возможно ну знаете вот эти двое сзади будут к вам как-то подозрительно относиться без особого трепета и любви особенно если вы проедете с ними как-нибудь лихо по буеракам вообще Jimny он аппарат гениальный и мы практически каждый день о нем что-то говорим потому что вот это открытие такое отложенное во времени машина продается уже черт знает сколько времени и каждый раз находятся люди которые говорят ой я что-то как-то пропустил его а что это я им говорю это классный аппарат да ну я пойду пожалуй куплю действительно классная машина она и внедорожник ко всему прочему она может пройти по следу квадроцикла единственное кто-то в четвером в четвером там можно жить и я в четвером ездил на Волок выходного дня и рубился сквозь буерак и сидящие сзади в том числе я иногда пересаживался туда это было нормально но понимаете как дверь-то получается одна пассажирская то есть вам нужно соответственно выгрузить жену на асфальт сказать дорогая помогни здесь в луже сейчас мы этих сзади дорогих не менее чем ты выгрузим загрузим и легкий компромисс по багажнику но поездовым характеристикам тем более вы умеете управляться задним приводом джимник точно такой же заднеприводный у него обманчивая внешность из-за чего девки его очень любят потом они его кладут в первом повороте на бок и с порушенной геометрией продают у вас этого не произойдет вы возьмете эту машину у нее нормальные мосты у нее нормальная коробка и на этой штуке вы будете упоительно ездить везде вообще вот в принципе везде когда вы вдруг найдете то место где вы не можете проехать вы также импульсивно купите себе нормальную зубастую резину после чего для вас вообще в принципе закончатся какие-то проблемы на дороге и вне дорог но в четвером ехать например в Мадрид я бы вам не советовал лучше самолетом я вас понял ну то есть однозначно надо избавляться от мутантов ну и вообще поощрять мутантов это уже неправильно в конце концов выбросьте ее просто вот на помойку и пусть она там обретет кого-нибудь бомжи в ней будут жить это нормально петельверный бомжатник это вполне логично спасибо Сергей большое я вас понял удачи вам удачи всем нам Владислав здравствуйте Олег здрасте добрый день Сергей рад вас слышать вопрос следующий взял не так давно Ford Explorer новый ух ты соответственно брал кроссовер именно для того как легковую машину повышенной проходимости и большого салона там семья большая возить нужно много людей очень логично вопрос у меня следующий они дают двухлетнюю гарантию на него без ограничения пробега поскольку пробег будет не такой большой Москва область ну редкие дальние поездки где-то по России есть у них за дополнительную денежку расширение до пяти лет и до ста тысяч пробега дополнительной гарантии вот соответственно вопрос насколько с ними имеет смысл связываться именно в этом ключе платить деньги или два года и дальше уже переходить так скажем с официального сервиса на неофициальный условия договора они вам показывали что входит в эти дополнительные годы гарантии ну поскольку жестянка кузов там и так шесть лет там вся ну во всяком случае заявлено все мотор электрика то есть ну вся механика электрика а по подвеске а амортизаторы усилители рулевого управления рейка вообще тоже входит ну как во всяком случае дилер обещал нет дилер может обещать все что угодно в документах надо посмотреть вообще в принципе расширенной гарантии никому не требуется эксплорер у него официально заявлен ресурс двигателя 240 тысяч километров после чего он должен умереть в приказном порядке но вы вряд ли выкатаете на нем этот километраж а после двух лет он будет сильно обременителен в официальном обслуживании поскольку ценник то у них фашистский и получится что вы надеетесь что он сломается а он не ломается и переплачиваете 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 никому не советую переплачивать до завтра это но что это мы